Фархад Фархад В прошлой серии Лейла и Тильда начали проникать в тайны тьмы и света. Тем временем Фархад освобождает Рашида от лучей кристалла Шериман. Но когда Фархад решает пройти испытание, чтобы стать новым хранителем тайных сил, то он не справляется и едва не умирает от жажды... ФАРААААААААААААААААА! Фархад! Я так и думала, что найду тебя здесь. Они послали тебя, потому что у других не хватает духа сказать мне правду. Что ты имеешь в виду? Я подвёл всех вас, и никто больше в меня не верит. Так вот о чём ты волнуешься. Никто ничего такого не думает. Какие глупости! Не понимаю, почему. Ведь я не смог найти воду. Я, рождённый и выросший в пустыне. Ага, и сидеть и жалеть себя, это поможет, правда? Мы на пороге великой тайны. И чтобы разгадать её, мы должны быть единым и работать сообща. Никто не забыл, чего ты добился, Фархад. Ты победил злого Игакана и добыл для нас магический кристалл. Ну и что? Посмотри, пользы никакой. Может, это какое-то испытание? Кажется, картина начинает проясняться. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Этот песок, например. Я никогда не замечала, что он такой тёплый и мягкий на ощупь. Буреки! А? У меня для вас миска горячих буреков. С миской буреков в животе справишься с любой проблемой. Великие пески Найроби. Похоже, мы прервали романтическое свидание. Ха-ха-ха, пара голубков. Да, местные пейзажи умеют заставить сердца трепетать. Как я вас понимаю? Здесь на всех хватит. Сильда даже не попробовала. У бедняжки столько хлопот с Рашидом. Эй, наверное, нужна моя помощь. Ну вот, голубка упорхнула. Если хочешь быть чемпионом, придётся идти на жертвы и забыть о женщинах. Меня этому когда-то научил тренер по полу. И давно ты играешь в полу. Играл неплохо, когда был как Фархад. Но я не мог забыть о женщинах, так что пришлось бросить. Я никогда не замечала, что он такой тёплый и мягкий на ощупь. Такой чистый и красивый. Она умеет заставить меня увидеть всё в новом свете. На мониторе всё выглядит в порядке. Убедись, что твои настройки верны до миллиметра. Они всегда верны. Пятое зеркало готово. Пятое зеркало подключено и готово к сканированию. Зеркало должно быть подключено. Перейдём ко второй фазе. Первое зеркало в позиции. Начинаю выводить зеркала два, три, четыре и пять. Два, три, четыре, пять. Готово. Зажигание. Если твои расчёты и правда верны, зеркала должны отразить энергию Шеримана и нейтрализовать его силу. О! Работает! Нужно удвоить толщину зеркал. Конечно, почему нет? Что ещё может случиться? Похоже, не сработало. Бедняжка, она цела? Ваша проблема в том, что чуть горячее, и вы, люди, уже не справляетесь. Вот как нужно! А ваша проблема в том, что вы скорпионы, вообще редко с чем справляетесь. Пригляди за ней, хорошо? Разве в учении хранителей не говорится, что Шериман и Номираж были лишь слугами песков, правивших пустыней? Именно так, верно. Хочу провести эксперимент. Что ты задумал? Песок. Чистый песок. Нет, Фархад! Не бросай его просто так. Рассыпь песок по зеркалам. Потому, что от них осталось. А! А! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А! Ну? Получилось! Сработало! У него получилось! Сила была нейтрализована! Отлично придумано, Фархад! Мне просто повезло. Ты и есть наше везение. Ну? Чего же ты ждёшь? Подними его! Она права! Насыпь себе Шеримана! Ну и что мы делаем дальше? Вернёмся в Сильвермор. Может быть, пыль Шеримана поможет нам раскрыть тайну чёрной дыры и даже позволит помочь своему отцу? Тебе говорили, что ты прекрасный, великолепный, замечательный, Фархад! А-а-а! Может, кое-кто и говорил. Табаджи, берегись! Помоги мне, Фархад! Помоги мне, Фархад! 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 Табаджи, осторожно! Сопротивляйся! А-а-а! Фархад! Тильда, проснись! Это срочно! Тильда! Фархад? Что ты здесь делаешь? Нужно изменить план. Нет! Ты сказал, что мы возвращаемся в Сильвермор и ты поможешь моему отцу. А теперь вдруг у нас меняются планы? Ты должна меня выслушать. Мне приснился кошмар. Там был Табаджи. Табаджи? Мой друг из Австралии. Табаджи умеет контактировать через сны, а в моём кошмаре его смерчем закручивало в чёрную дыру. Я уверен, что ему грозит опасность. И ты веришь, что он отправил тебе сообщение во сне? Да. Я знаю, что ты волнуешься за отца. Можешь отправить меня в кровать и забыть обо всём. Нам лучше поторопиться, если мы хотим найти твоего друга. Слушай, а ты побыстрее никак не можешь? Пески, пустынь! Я стараюсь изо всех сил! Конечно, было бы гораздо проще, если бы вас было всего четверо на моей спине, но этот пухлый пассажир на хвосте меня сильно тормозит. Вон внизу Австралия! Теперь осталось только найти Табаджи. Австралия – большой континент, и он может быть где угодно. Может, в твоём сне есть подсказка? Ты сказал, что Табаджи крутила и затягивала в чёрную дыру. Обычно сны состоят из символов. Извини, Тильда, можно одолжить твой Куала-компьютер на минутку? Я поняла. Если кто-то крутится, иногда он оказывается вверх ногами. А тут есть городок Хелтер-Скелтер, что означает… Вверх тормашками! Там-то мы и должны его найти. Приготовиться к посадке. Ты была права. Когда мы работаем сообща, мы можем разгадать любую загадку. Без тебя бы мы не справились. Напомни, где купить нам ремни безопасности. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Если я должен буду возить пассажира такого размера, мне нужно больше эликсира. Послушай ты, маленький... Хелтер-Скелтер маленькая деревня. Здесь будет нетрудно найти твоего друга. И, несмотря на название, деревня вроде бы нормальная. Эй, нам нужно найти табаджи. С виду обычный городок. Ты в этом уверен? Конечно, а что? А что? Кажется, здесь одни скелеты. Как-то странно. Даже слишком странно. Мне как-то не по себе. А я думал, что я слишком тощий. Тише ты! Они нас заметят! Не волнуйся, Рашид, нас никто не видит. Что, только что приехали в город? Чудесный денёк, а? Вдохните свежего воздуха. С виду они дружелюбные. Без кожи на лице все скелеты с виду улыбаются. Что совсем не значит, что они дружелюбные. Знаешь, у тебя тоже скелет снаружи. Надеюсь, это не значит, что мы не найдём табаджи. Похоже, они все идут с той стороны. Давайте проверим. Винг, сможешь нас подбросить? Хуже, извините, но после последнего преображения сил у меня не осталось. Похоже, мои 853 года начинают, наконец, давать о себе знать. Ничего. По-моему, у меня есть решение. У него отличная коллекция мусора. Но нам-то что со всем этим делать? Представь себе пазл, который нужно собрать. Одна из моих старых штуковин. Она была военной, но я её переделал. На спортивную машину не тянь, но я не против. После вас. Привет. Не думаю, что машина пройдёт техосмотр. Это вряд ли. Но мы не будем нарушать правила. Резкие пустыни, толстый жестянщик, который чуть не сломал мне спину, запер меня в танке. Здесь вообще ничего нет. Фархат, смотри. По-моему, они в трансе. Интересно, что с ними? Тормози. Это однозначно ужасно. Я только не понимаю, почему чёрная дыра не ввела нас в транс, как всех этих людей? Наверное, это зависит от силы воздействия. Мы только что приехали, и у нас есть кое-что, чего у этих несчастных нет. Вот это. Да, конечно, Шериман. А, по-моему, это Табаджи. Нет. Табаджи, стой! Не уходи туда. Тень. Я-хо! Табаджи! Дружище! Нет, сынок, куда же ты собрался? Эти люди перед тобой твои друзья. Ну, есть менее тонкий способ развеять чары. Эх! Давай заберём его отсюда. Давай помогу! Вот! Табаджи! Нам нужно где-то остановиться. Слушай, Винг, ты должен приготовить зелье, которое снимет транс и приведет его в себя. Это рискованно. Австралийская пустыня полна опасностей. Кажется, вот правильная комбинация. Эти травы должны сработать, но чтобы знать точно, мне нужен подопытный кролик. И вот! Поршни и шатуны, что за... Я нежное создание, я паркаю и скольжу. Изящно, грациозно, в легком танце я кружу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля, опля. Ему только пуантов не хватает. Опаки. Один момент, сейчас все поправлю. Оп-ля. Эй, Пепа! Как-то не сработало, нужно подправить. Бен, Винг, это наказание. Конечно, так и есть. Это наказание за мои ужасные преступления против человечества. О, прости меня. Я смиряюсь перед твоей волей и сделаю все, что повелишь. Все, что угодно. Да-да, я все тебе прощаю, отправляйся обратно под капот. Повинуюсь, это будет моим наказанием. Получилось, я сделал эликсир. Мои руки не будут знать отдыха, пока все беды, что они причинили, не смоются тяжким трудом. О, а что же это такое? Кто-нибудь, заткните его. Я буду чинить тракторы, джипы, спортивные машины, велосипеды, а? Спасибо, Бен. Фархад, друг мой, Тильда. С возвращения в мир живых. Что ты здесь делаешь? Ты позвал меня во сне, помнишь? Ты должен помнить. А он? Почему этот злодей здесь с тобой? Успокойся. Скажем так, к нему вернулся рассудок. Рассудок? Неужто он у него был? Я вспомнил. Я пытался спасти потерявшегося кенгуру, и тут у меня мороз по коже пошел. Небо потемнело, и вдруг появилось что-то вроде... Черной дыры. Угу. А скелеты? Какие еще скелеты? Табаджи, ты как будто привидение увидел. Я твой дядя Рану. Мой дядя Рану? Ну, конечно. Твой дядя скелет? Мой дядя Рану умер 15 лет назад. Я тебя давно уже ищу. Что-то ты совсем перестал меня навещать. Я уже начал волноваться. Что-то не похоже, что ты рад меня видеть. Да и выглядишь ты нехорошо. Эти волосы и костей совсем не видно. Ну что, представишь меня своим друзьям? Если подумать, они тоже неважно выглядят. Все равно я рад вас всех видеть. Странно, конечно, но я вроде как заблудился по пути домой. Это ничего. Мы поможем тебе. Всем привет. Я вернулся. Доброе утро, Манда. А ты все собаку выговариваешь? А, Стив. Вроде бы они его узнают. Моя жена будет так рада вас видеть. Дорогая, У нас гости. О, табаджи, ангелочек мой. А ну-ка, обними тетю как следует. Эй, не слишком крепко, кости, а то у меня уже старые. Уже давно пора было нас навестить. Твои гости, наверное, хотят пить. Проходите в дом. Ну-ка, до дна. Это полезно. О, фу, гнилью пахнет. За долгую жизнь и добрых друзей, а. Ха, вкуснятина. Прям чувствую, как внутри разливается. Ну-с, хочешь взять друзей и пойти с нами на вечеринку наручить черепов? Спасибо, дядя, но ты и так на нас потратил уже много времени. Нет-нет, мы не настаиваем. Там все будут. Мэр Стоун, дедушка Уильямс, бабушка Эрнабелла, дядя Нино. И, к сожалению, они все давно умерли. Может, вы, девочки, встретите какого-нибудь красавца? Вот именно. Но с мальчиками нужно что-то делать. В таком виде на эту вечеринку идти никак нельзя. В приглашении ясно написано «Мясо на костях быть не должно». А? А? И так решено. Давайте вас как следует отполируем. А-а-а! 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 И машину он водит, как будто терять ему нечего. А-а-а! Ха-ха-ха! Доехали, не развалились? Ну, скажите, разве вы видели что-нибудь прекраснее? А-а-а! И что это такое? Это гигантские термитники, а в них миллиарды ужасных зеленых муравьев. Хм... Я правильно помню, что они страшно агрессивны и питаются мясом? Да, ты правильно помнишь. А именно эти муравьи просто обожают белое мясо. Не нравится мне это? Добро пожаловать. Спасибо, что выбрали курорт разложения. Единственный курорт, который заботится о вас на том свете. Идемте, милая. Сюда, сэр. А, нет, я недовольна обслуживанием. Я хочу подать жалобу. Это лучшая спа в городе. А если вы беспокоитесь о цене, у нас есть скидка для групп. Скидки, скидки. В наше время все хотят скидки. Этому джентльмену точно нужно особое внимание. Я рекомендую полную процедуру Суперлюкс. Поработайте над ним. Полную процедуру? Что это значит? А это сюрприз, не так ли? Именно так. Считайте, что это единственная в своем роде программа потери веса. А знаете что? Для вас это навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok